Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Колесниченко, я программист компании BI-Consult. Я вам сегодня расскажу, как создавать повествование или storytelling в ClickSense. Делаю я это на примере заданий восьмого дня, заданий с музеями. Вот, посмотрите, вот у нас существует открытое приложение, подводим к нему курсор и жмем на значок снимка экрана. И мы можем здесь оставить аннотацию, что это музей на карте России. У меня здесь применена одна выборка, я написала Russia в адресе. Вот мы увидим второе задание, что у нас есть структура оценок музеев России. Пишу структура оценок музеев России. Дальше. Распределение количества музеев по рейтингу времени пребывания. Распределение количества музеев России по рейтингу и времени пребывания. Сохранить. Приходим к следующему листу. Ну и мы можем сделать, например, снапшот нашей страницы. Хотя нет, наверное, снапшот таблицы будет неудобным. Мы можем нажать «Изменить». Уменьшить нижнюю диаграмму, увеличить верхнюю. Наоборот. Уменьшить верхнюю, увеличить нижнюю таблицу. Теперь мы можем нажать на снапшот здесь. Мы укажем, что это музей России. Сохранить. Теперь мы снова возвращаемся назад. Так. Готово. Немножко уменьшим нашу диаграмму. Собственно говоря, теперь мы видим зависимость между рейтингом музея и количеством отзывов. Ну, Зимний дворец почему-то у нас на самом низком уровне. Так. Не буду комментировать. Так. Это диаграмма рассеяния оценок музеев и количеством отзывов о них. Так. Теперь мы что можем сделать? Мы можем сделать отдельный пункт про наличие платы. Да. Мы идем на первую страницу. Карту мы не будем уже платной и бесплатной делать. Мы можем сделать снапшот. Платные музеи России. Структура оценок. Здесь у нас будет платный музей России. Структ распределения. Количество музеев по рейтингу и времени пребывания. Ну, давайте и здесь сделаем снапшот. Вот. И это будет у нас. Платные музеи. Диаграмма рассеяния рейтинга. И количество, количество акций отзывов. И через... Будем сохранить. И я сделала все то же самое и для бесплатных музеев. Ну, условно бесплатных музеев, потому что информация о плате за них неизвестна. Вот. Ну, мы ведь как бы у нас здесь тренировочная задача, да? Вот. Поэтому вот так. Давайте перейдем уже непосредственно к составлению истории, да? Вот. Добавим страничек. Ну, мы берем, открываем наш слайд. Вот здесь перечень снапшотов. Вот у нас здесь музей мира. Мы разблокируем, чтобы мы могли нормально форматировать. Сделаем так вот широко-широко. Даже вот так. А здесь сбоку мы вставим таблицу. Которая у нас, кстати, тоже заблокирована. А мы ее возьмем и разблокируем. И сделаем как-нибудь, чтобы она отображалась вот так. Так, наверное, будет некрасиво, да? И подпишем, что это у нас музей России. Ну, перейдем, ну, расскажем о наших сначала платных музеях. Вот здесь будет структура оценок. Вот здесь будет структура оценок. И здесь будет вот такой вот тримап. И напишем. Бесплатные музеи. Ох, вру, это же платные музеи. А теперь бесплатные. Условно бесплатные. Например, вот такую вот структуру оценок сделаем. Да? В целом так. Здесь тримап. Разблокируем большой, большой. А здесь сделаем вот так вот. Разблокируем. Так. Напишем здесь бесплатные музеи. Ну, можем добавить информацию там о самой низкой оценке и ее доли в общей структуре наименьшее значение. На предыдущую диаграмму круговую мы добавим наибольшее значение. Да? Мы просто даже не выбираем, он сам автоматически определит, какое значение наибольшее. Надо сделать чуть поменьше, чтобы у нас эта оценочка не закрывала. Так. А куда у нас делось наибольшее значение? Оно у нас не называлось наибольшее, у нас было наименьшее. И вот оно здесь сбоку отображается. Так. Теперь мы можем перейти на последнюю страницу. Мы сюда вообще возьмем и вставим последнюю страницу. Вот так. А теперь мы можем нажать кнопочку сохранить, перейти сюда и воспроизвести. И дальше управление идет кнопками налево-направо. Вот так получился такой стори-теллинг. Переходим к последней странице. Вот она подгрузилась, да? Мы видим, что это просто прям переход на новый лист. Если мы захотим щелкнуть по оценке, да, мы увидим прямо здесь изменения, прямо на этой странице. Ну и обратите, конечно же, внимание, что здесь есть замечательная кнопка, которая называется «Перейти к листу». Она автоматически откроет приложение, где вы увидите, какие фильтры применены. Вы можете изменить фильтры или применить другие фильтры или снять какие-то фильтры. Это очень удобно. Ну, в общем, дорогие друзья, успехов вам в изучении ClickSense. Обращайтесь в компанию BI-Consult. Мы всегда вам поможем. Всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...